Серёжа, буду рад тебя видеть на территории Запорожской области, у себя в гостях. Приезжай, хлопец. Мило, пообщаемся. До встречи у тебя. Подарка. С удовольствием пройду с тобой беседу. С удовольствием пройду с тобой беседу. Представленный видеофрагмент записан на территории Украины. Его на своей странице в соцсети ВКонтакте выложил россиянин Антон Раевский. Автор ролика обращается к Сергею Стерненко, бывшему лидеру Одесского правого сектора. Приглашение мирно побеседовать также получили бандеровцы и русские националисты. Вы не русский националист, вы предатель своей нации, своей страны. Мы гандоны, мудаки конченые. Поэтому приезжайте. Мы вас всех культурализируем здесь, на русской земле. С улыбкой на лице упомянутый Тоха поехал деноцифицировать Украину. Но есть нюанс. Сам Раевский еще несколько лет назад позировал с татуировками Гитлера на плече и свастикой на груди. В беседе со мной Антон рассказал, что свои идеи он уже скорректировал. На данный момент я считаю себя убежденным сторонником царского самодержавия, абсолютной монархии. По ее распоряданию православных христианин, прихожане русской православной церкви, московского прориархата. Считаю себя русским националистом. Ни нацистом, фашистом я себя не считаю. И хотя на словах Антон стал более умеренным, один из принципов остался неизменным. За идею можно убивать. Наш командир роты нашего добровольческого батальона сказал следующее, что в случае взятия в плен кого-либо из регулярных войск вооруженных сил Украины, представителей территориальной обороны так называемой, и тем более представителей таких подразделений, как АЗОВ, Айдар, Днепро, категорически не брать в плен. Другой вопрос, как их ликвидировать. Я считаю, что расстрел, расстрел на войне, это самая гуманная смерть, лучшая смерть. Сейчас в Украине есть десятки ультраправых, которые готовы убивать украинцев за идею. Фотки с их татуировками и другими следами русского мира гуляют по интернету. Минобороны охотно берет таких добровольцев на фронт. Это война не за Украину, это война не за газ, за мир, за НАТО. Это война за будущее белой нации, за будущее белой цивилизации, за будущее белой России. Показательно недавняя история с Анатолием Вассерманом. Наивный депутат, преисполнившись патриотизмом, написал аж два заявления. Генпрокурору Краснову и главе Следственного комитета Бастрыкину. Дескать, обратите внимание, на войне есть некая группировка Русич. Ее участники убивают пленных, совершают военные преступления. Как бы удивился Анатолий, если бы еще узнал, что это откровенно нацистское формирование. Русичи воюют за свой народ, а не нация смелых, сильных, мудрых потомков русской цивилизации. Я знаю, что на стороне русских армий действует немало людей, в разное время разделяющих неонатистские убеждения. Но большая часть этих людей уже довольно давно публиковала сообщение о том, что они изменили свои взгляды. Я сам лет 15 был членом тоталитарной чеки-либералы. Но изменили свои взгляды. А вот если кто-то остается неонатистом и, более того, проявляет свои неонатистские убеждения путем совершения противоправных действий, он, естественно, заслуживает за эти противоправные действия надлежащего нападения. Разумеется, никаких проверок после этих заявлений не было. А Русичи в своем телеграм-канале иронично ответили, что их формирование уже много раз получало награды от государства. К группировке Русич мы еще обязательно вернемся. Но давайте для начала разберемся, кто же такие ультраправые и неонацисты. Неонацистов можно отнести в одну большую группу ультраправых или правых радикалов. Вместе с неонацистами тут можно встретить фашистов и расистов. Как правило, современные ультраправые смело комбинируют все эти идеи в своей голове, попутно поддерживая Ксена, Гома и другие фобии. Это шапка этого Растамана. Ну вот. В таких шапках Хачи ходят. Ну вот, в таких вот рэпера. Рэпера это, они косят под обезьян, там всякую негритянскую музыку танцуют. Недавно немецкие разведчики опубликовали отчет, согласно которому против Украины на стороне России воюют две неонацистские группировки. Как минимум две. Начнем с первой. Это Имперский легион. Подразделение русского имперского движения. Русское имперское движение неонацистская организация. Эта организация, ну, вполне ультраправая, но при этом они являются православными монархистами. И вообще говоря, стремятся возродить Российскую империю в дореволюционном варианте, но с более жестким таким этно-националистическим компонентом, который в реальности империи Романовых был присущ в ограниченной степени, скажем так. Русское имперское движение возникло в нулевых. Затем у него появилось военизированное подразделение, тот самый Имперский легион, о котором писала немецкая разведка. Возглавляет его Денис Гориев. Значит, Имперский легион — это название отряда, который с 2014 по 2016 год воевал на Донбассе. Правильно звучит, как Имперский легион. То есть это сообщество православных русских мужчин, для которых война на Украине — это религиозная война, война за русскую православную церковь, прежде всего борьба с попытками Запада вековыми провести унию, так называемую, да, оторвать русский народ Украины от матери церкви. Поэтому с 2014 по 2016 мы воевали в составе вот этого подразделения, и сейчас это подразделение также активно участвует в войне. Сам Гориев недавно вернулся с фронта, где получил ранение. Сейчас он не только возглавляет легион, но и руководит центром боевой подготовки «Партизан». Сегодня снова с вами центр тактической огневой подготовки «Партизан». И начнем мы с того, что будем обсуждать удержание оружия. С 2014 по 2016 год наш центр работал как центр подготовки добровольцев для ведения боевых действий в Новороссии. И также мы сейчас участвуем в подготовке, обучении, переобучении личного состава, который едет, в общем, так называемую специальную военную операцию на Украине. Центр «Партизан» находится в Петербурге. Здесь можно научиться работать с артиллерией, управлять беспилотниками и даже штурмовать города. Если посмотреть фотографии выпускников, многие держат в руках имперские флаги. При этом сам Гориев говорит, что «Партизан» свободен от идеологии. Центр у нас вне политики находится. У нас разные политические интересы могут быть у курсантов. Про «Партизан» стали много писать после 2014 года. Здесь как раз проходили подготовку. Многие добровольцы, затем уехавшие в Украину, воевать на стороне сепаратистов. Так сделал и сам Гориев. Но тех, кто не хотел ехать сам, Кремль пытался вербовать. Мы националисты были первая прессируемая группа политическая, которая в России начала запрещаться целенаправленно системно с 2010 года начиная. И к 2014 году, когда началась украинская кампания, идеальным решением для Кремля была отправка большинства активных националистов на войну, которые должны там героически были погибнуть, заодно решив какие-то там локальные задачи на тот момент Кремля. И оказывалось давление на движение, на националистическое движение, организованное на тот момент, на фанатское движение, чтобы эти потоки добровольцев туда шли. После 2014 года журналисты снова вспоминали про партизан. Оказалось, в центр приходили учиться сирийские наемники и ультраправы. Больше того, шведские власти считают, что в партизане учились экстремисты-националисты, устроившие взрыв у офиса левых активистов в Готеборге. На самом деле мы действительно знаем этих людей, они приезжали к нам в Петербург, мы общались, но, конечно, никакого обучения шведов здесь и засылания их на территорию скандинавских стран для подрывной деятельности нами не велось. Вот, мам, мне накладывают покушать. Спартак? Ой, Спартак. Сейчас Антон вернулся с фронта в родной Орел. Борьба с бандеровцами заняла два месяца. В поездку его собирало местное отделение ЛДПР. Больше того, год назад парламентская партия выдвигала его на местных выборах, но карьера в политике не сложилась. Зато в подарок соратникам националист привез из Украины имперский флаг с памятными подписями от сослуживцев. На, он противника увидели. Все. Далегли. Перевернулись. 18-й бля. Настали гранату. Вражали усик. В орден выдернули чеку. Все, упали сюда. Приезжались. Все, взорвалось. Такие обучалки Антон выкладывает на своем YouTube-канале. С ними соседствуют другие видео. Тревел-блоги из Абхазии и танцы с автоматом. Боевой путь Раевского начался в 2014 году, когда он поехал в Одессу лично участвовать в революции достоинства на стороне пророссийских сил. В 2014 году я заезжал по линии, так скажем, есть такая организация, Русский общегоинский союз. Они взаимодействовали тогда с Игорем Ивановичем Стрелковым. Он же больше известен как Игорь Гиркин, да? В 2015 году я заходил снова от Игоря Ивановича Стрелкова, а если бы точнее по линии общественного движения Новороссия. Тогда же родился конфликт с лидером одесского правого сектора Сергеем Стерненко, к которому Антон обращался в начале нашего ролика. Сам Антон неоднократно признавал, он планировал убийство врага. Я что тогда, что сейчас готов снова это признать? Да, я планировал убийство лидера одесского правого сектора Сергея Стерненко. Впрочем, эти кровожадные заявления меркнут на фоне репутации других ультраправых, поехавших деноцифицировать Украину. Как в 2014 году, так и сейчас. Речь о группировке Русич. Именно на них жаловался Вассерман. Именно про них пишет немецкая разведка, дескать, это вторая неонацистская группировка после Имперского легиона. А вот ее лидер Алексей Мельчаков. Я прям говорю, я нацист. Можно руку скинуть. Мельчаков известен аж с 2011 года. Тогда в своем ВК он выложил тело мертвого щенка, которого сам же убил. На других снимках будущий нацист показывает отрезанную голову животного, а также себя любимого, поедающего мясо. В 2014 году Мельчаков едет в компанию с другими националистами воевать в Украину. Так появляется Русич. Чем отличается идеология Русича от идеологии большинства ополченцев? Во-первых, мы являемся монолитной идеологической группой. У нас все ультраправые, националисты. В Донбассе к Мельчакову присоединяется Ян Петровский по прозвищу Славян. До этого Петровский несколько лет жил в Норвегии и общался с местными язычниками. Вероятно, именно Петровский привнес в Русич языческую эстетику. Со своими соратниками против хунты, которая засела в Киеве, против казарского гаганата, который там основан. Ну и, соответственно, против бандеровцев, которые сейчас захватили в власть. К каждому боевому заданию Русичи готовятся основательно. Помимо стандартной полной экипировки, воины готовят свои боеприпасы. Они заряжают их особыми рунами. Что ты делаешь сейчас? Рисую руну. Десят руна смерти. Пускай нам блюд не мучаются. Я отдаю должное Алексею Мельчакову. Парень боевой, парень смелый. Сейчас ДШГ Русич негласно набирает только представителей неуязычества, родноверы, православных христиан ДШГ Русич нету. Это негласная установка Мельчакова. Куда только язычников берут. Соответственно, если он сам нацист, то сами понимаете, какие люди такие могут быть взглядом. В 2014 году Мельчаков и его Русич отметились тем, что они сожгли колонну батальона Айдар в Луганске. Перевернись, перевернись, ты нам живой нужен. Менять тебя будем. Наши любимые Укрпитеки, причем самая лучшая их часть, как я считаю. Ну, честно, мое мнение, что это было лучшее подразделение в составе ВСУ. Не разобравшись с ситуацией, попало в маленькую засаду, где чуть-чуть сгорело, малость осиротела, немножечко овдовела на западной Украине энное количество женщин. Вот уши, вот кишки, вот горящая жопа. Это мой трофей. Кто меня в этом осуждает, могут пойти на три известные буквы. Повоевав на Донбассе, Мельчаков вступил в ЧВК Вагнера. Уже в 2017 году фонтанка нашла его в Сирии. 24 февраля Мельчаков с Русичем отправился в Украину, но уже в апреле был якобы несерьезно ранен. В настоящий момент я приехал убивать украинцев. Ну, в принципе, все. Мы последний оплот русской нации. Мы дети степей и лесов, в венах которых текут ручьи и реки Донбасса. Мы русские и мы злы. А это еще один русич, Евгений Рассказов. Он активно ведет соцсети и не стесняется в выражениях. Здесь он поздравляет Гитлера с днем рождения, не называя его по имени. А тут открыто заявляет, что ребятам из Русича ничего не угрожает, ведь ветераны неприкосновенно. И самое жуткое. Обещает повторить резню в буче, которую, кстати, российские власти отрицают. Хохла свиньям, мы говорим, что свинорез в буче мы можем повторить. Мы заставим захлестнуться кровью любую мразь, что даже помыслом осмелится угрожать России и русскому народу. Любопытно, но Кремль даже не пытается прятать людей с такими взглядами. Наоборот. Вот Антон Красовский репостит в своем телеграме рассказы, как хранили смелого русича. А вот глава Крыма Сергей Аксенов жмет руку Мельчакову. А такой пост разместил паблик Орловского отделения ЛДПР. Спасибо Антону Раевскому за деноцификацию Украины. Я, как на самом примере, показываю, что мешает любому представителю русского нациалистического движения вступить в Парламенскую партию. Даже в Единую Россию. Почему мы не используем такие рычаги возможностей прохождения в любые органы власти, в частности, не только быть депутатом какого-то регионального уровня, либо федерального, неважно, именно общественно-политической борьбы. Но сейчас Российская Федерация, власть Российской Федерации предоставляет возможность русским националистам стать не только добровольцами, но и кадровыми российскими военнослужащими. По подсчетам экспертов и журналистов, деноцифицировать Украину поехали десятки ультраправых. Это в разы меньше, чем в 2014 году, но нацисты и прочие радикалы там все равно есть. Кремль отлично знает про их взгляды, но раз они приносят пользу, власть их не трогает. Во всяком случае, пока. Ввиду участившихся случаев экстремизма на территории Российской Федерации, гражданам страны предлагается информационно-познавательная брошюра с разъяснением отличий экстремистов от иных общественных элементов. На первых трех слайдах изображены экстремисты и террористы. На последующих трех слайдах строители русского мира, патриоты Родины, и борцы с нацизмом. Не перепутайте. И распространите среди жильцов вашего ЖЭКа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова